Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как высока любовь Его Как мир глубокий, как с Ним легко Мой утешитель все во всем Моя пора только в нем Христе одном, принявшим плод Открылся всемогущий Бог Но дар любви, что дал Господь Отверг народ избрал порой Он на кресте себя отдал В смирении грех Отца принял Мой грех на свечи подложил Чтобы у нас сетью жить В земле, как сеть, Он мертвый был Объявнул свою свет с небес Но в третий день Он победил Из гроба мрачного воздейств Он Бог и победитель всех Уже не прав и больше нет На веки Он, Хозяин мой Я куплю кровью святой Нет страха в свете, нет вины Все только силою Христа От первых дней до седины До смерти в нем моя судьба Нет никого и ничего Что в вере ты зубь его Но ты ведет меня в свой дом Моя буря только в нем Нет никого и ничего Что в вере ты зубь его Но ты ведет меня в свой дом Моя буря только в нем Субтитры подогнал «Симон» 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 И говорит, что те, кто следует за ним без креста, те не его ученики. То есть это люди, которые, придя в вечность или подойдя к порогу вечности, будут абсолютно разочарованы. Им будет сказано слово Христа, которое говорит, что «я никогда вас не знал». Я думаю, что большего разочарования в жизни никогда никто не испытает в той степени, чем когда ты стоишь на пороге вечности, ты прожил, так сказать, как тебе казалось, христианскую жизнь. Ты в мире от чего-то вроде бы отказывался, как-то вроде бы следовал за Господом. И тут в один определенный момент, когда изменить больше фактически ничего абсолютно нельзя, ты слышишь голос «а я тебя не знал» и твоя участь, участь точно же такая, как и у всех людей, кто никогда не следовали за Господом. Я хочу прочитать несколько отрывков из Священного Писания. Дело в том, что это утверждение повторяется во всех синоптических Евангелиях. Марк, Матфей, как мы прочитали, Лука, все повторяют. И практически эти слова повторяются абсолютно дословно. Смотрите, еще раз прочитаю из Евангелия от Марка 16, 24. «Христос говорит, Иисус сказал ученикам Своим, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Марка 8, 34. «И подозвав народ с учениками Своими, сказал, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Луки 9, 23. «Ко всем же, то есть Христа окружали и другие люди, Он сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Дело в том, что если мы знаем Евангелие, мы видим, что Иисус Христос не только призывал своих последователей, то есть учеников, чтобы они следовали за Ним со своим крестом. Он сам был крестоносцем. Иисус Христос был величайшим, высочайшим примером Бога-человека, который шел со своим крестом. Он, более того, сегодня читали отрывок из Священного Писания, где Он смирил себя до такой степени, что в конечном итоге на этом же кресте Он был распят. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 17 стиха, смотрите. «И неся», речь идет о Иисусе Христе, «И неся крест свой», то есть то, что Он говорит, что «вы возьмите крест свой», Иисус Христос нес крест свой, когда Он нес крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски это Голгофа, и там распили Его. Хочу сразу заметить, что когда человек несет крест, точно так же, как Иисус, который нес крест, конечная точка креста – это распятие, это Голгофа. И когда Он, Иисус, нес крест свой, вышел на место, называемое Лобное, где Его и распили. Сегодня я хочу особо обратить наше пристальное внимание на призыве Иисуса Христа – «возьми крест свой». Знаете, братья мои, сестры, все, кто сегодня вместе с нами в интернете, по радио, по телефону, хочу для всех нас, когда мы уйдем с этого богослужения, чтобы мы ушли с ясным пониманием, во-первых, что значит крест, и во-вторых, с твердым решением, что мы будем нести этот крест. В данном контексте, вот в контексте этого изучения, будет верно утверждение, что кто без креста следует за Иисусом, тот Него ученик. Ученика Иисуса Христа всегда можно узнать по Его кресту. Вообще, есть несколько всего отличительных характеристик, по которым можно узнать учеников Христа. Одна из этих отличительных характеристик – нести свой крест. Еще одна тоже очень красивая характеристика, которая мне очень нравится. Христос говорит, что все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вторая очень важная характеристика – все узнают, что вы мои ученики. Более того, я вас буду узнавать, что вы мои ученики, если вы будете нести крест свой. Для начала приведу несколько утверждений, «Чем крест не является». Дело в том, что изучаемый нам отрывок, как вы увидите немножко позже, очень ясно говорит, чем является крест. Я приведу несколько утверждений, которые обычно люди говорят, чем для них является крест. И так как этих вещей, часто повторяемых, нет в этом отрывке, я могу с уверенностью утверждать, что этим крест не является. Итак, первое, чем не является крест, это то, о чем говорит здесь Христос, не означает взять крест, повесить себе на шею и носить его. Это не тот крест. Это со временем традиция в церкви появилась, и люди начали носить крестики, думая, что таким образом они взяли свой крест, тем более, что они его посвящали в каком-то месте, кто-то молился над ним, или там еще какие-то обряды происходили. Не этим является свой крест. Когда человек совершает крестные знамения, некоторые люди считают, что совершая крестные знамения, в некоторых динаминациях есть такой обычай, что это является взять на себя свой крест. Ничего такого мы не находим в этом отрывке и в других отрывках Писания. Взять свой крест также не означает достичь какого-то мистического уровня самоотречения. Ничего такого мы не видим в этом отрывке. Взять свой крест также не означает, что те обычные трудности и испытания, через которые вы проходите, через которые проходит человек, что они являются крестом. Например, некоторые люди считают, что нашим крестом являются эпидемии, через которые проходят стихийные бедствия, войны, голод или отсутствие работы, или еще какие-то трудности, с которыми человек сталкивается. Ничего подобного в этом отрывке нет. Это не является крестом. Крестом также не является, например, неверующий муж, или неверующая жена, или ворчливая желана, или кто-то говорит, что крестом является властная теща, или плохой начальник на работе является крестом, или неудачный пастор является крестом некоторых членов церкви. Ничего такого мы не видим в этом отрывке. Это не является крестом. Неизлечимые болезни, инвалидность, преждевременная смерть близких не являются крестом. Это те вещи, через которые Бог допускает, чтобы все люди проходили. В одной местности люди проходят через одни трудности, в другой местности через другие трудности. В жизни одних людей приходят одни сложности, в жизнь других людей приходят другие сложности. Это не является с точки зрения данных отрывков крестом. Для того, чтобы понять значение, что значит взять крест свой, необходимо изучить весь этот отрывок, который мы сегодня прочитали, так как все остальные отрывки практически идентичны. Я остановлюсь сегодня только на отрывке Евангелия от Матфея. Итак, если вам не сложно, откройте ваши Библии или Евангелия. Если у вас их нет, можете воспользоваться теми, которые есть в церковных лавках. Давайте еще раз прочитаем этот отрывок из Священного Писания. Евангелия от Матфея, 16 глава, с 24 по 27 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою, ради Меня тот обретет ее». «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Дело в том, что в следовании за Господом в ученичестве есть определенная цена. За ученичество или за следование за Господом нужно платить определенную цену. И данный отрывок из Священного Писания некоторые богословы называют парадоксом ученичества. Почему называют его парадоксом ученичества? Потому что это редкий случай, когда победа достается через поражение. Кто хочет, должен отказаться. Кто хочет приобрести душу, тот должен потерять ее. Кто хочет следовать за Господом, тот должен взять крест свой и следовать за Ним. Парадокс ученичества. Дело в том, что мы должны обратить взгляд на три вещи, на три глагола, которые есть в этом отрывке. Смотрите, в этом отрывке есть глагол первый «отвергни», второй глагол «возьми» и третий глагол «следуй». «Отвергни», «возьми» и «следуй». Итак, первое, Христос ученикам Своим. Смотрите, Он напоминает им, тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет, идти за Мною, отвергнись себя». Заметьте, что когда Иисус Христос это говорит Своим ученикам, прошло с момента их призвания, когда Он их призвал на служение, следование за Собою, прошло примерно два с половиной, может быть, три года. То есть они были уже достаточно долгое время в следовании за Ним. И вот они, следуя за Ним на протяжении вот этого достаточно долгого времени, тогда Христос ученикам Своим напомнил. Я смею сказать, что Иисус Христос напомнил им тот день, когда Он их призвал на служение. Когда Он подходил к каждому из них, находя, где кто из них находился, говорит, «Слушай, ты пойдешь за Мною следовать?» Он Матфея когда-то попросил, чтобы следовал за Ним, Он попросил других учеников, да, то есть, и они оставили все. Помните, ученики очень часто говорили Ему, «Господи, вот мы все оставили ради Тебя, вот мы пошли за Тобою». И Христос им спустя долгое время напоминает им тот день, когда Он их призвал. Они оставили свои семьи, они оставили свою работу. Более того, они друзей своих оставили. Они оставили все остальное, чтобы следовать за Иисусом. Поэтому для них это был повторный призыв следовать за Христом. Должен констатировать факт, что, к сожалению, очень часто верующие теряют первую любовь. Слышали об этом? И поэтому этот призыв, во-первых, ученикам звучал как то, «А какая у вас любовь по отношению ко мне осталась? Есть ли у вас по отношению ко мне вот эта первая любовь?» Не знаю, вы, наверное, тоже помните, когда вы обратились к Господу, и все, что горело внутри вас. И затем вы помните, что не всегда так было. Может быть, кто-то из вас снова сегодня горит этой первой любовью, а кто-то давно забыл, и это просто где-то далеко в прошлом осталось. Сегодня вы живете, как многие-многие люди, которые вас окружают. Христос обращается к ученикам и говорит им, «Кто хочет следовать за Мною?» «Я вам напоминаю тот день, когда я вас призвал». К сожалению, очень часто верующие не только теряют свою первую любовь, всегда существует искушение вернуться и взяться за то, что было ранее оставлено. Друзья, работа, еще какие-то вещи. Вы помните, что ученики после распятия Иисуса Христа куда пошли? Заниматься тем же самым, чем они до этого занимались. Более того, тот, кто клялся Иисусу Христу в следовании за Ним, был вожаком того, чтобы вернуться вместе со всеми обратно. Вы думаете, что только Петр с учениками такие «способные» в кавычках, а мы с вами не точно такие же? Не хочется ли очень часто вернуться обратно и заняться, как часто вы говорите, что «А зачем мне все это надо?» Не лучше ли воробей в руке, чем синица на заборе? В Откровении, 2 глава, когда обращается Иисус Христос к церквам, к ангелу Эфесской церкви он пишет, «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори». Послушайте, «Прежние дела твои. Ты оставил любовь, а твори что? Дела». Дело в том, что любовь и дела в Священном Писании – это синонимы. Если мы говорим по-библейски, что мы любим, мы не можем сказать по-библейски, мы любим, если мы не делаем ничего. Библия говорит, что любовь – это действие, это решение, которое принимает человек. Во-вторых, этот отрывок говорит, что Христос обращается также к неверующим людям, те, которые только-только готовы были бы начать свой христианский путь. Этот призыв означал, что их первый шаг в следовании за Иисусом они могут сделать сейчас. «Кто хочет следовать за Мною» и призывая людей, по большому счету, вот таким образом к покаянию и ученичеству, Христос был весьма откровенен с ними. Он буквально шокировал своих последователей ценой следования за Ним. Он им говорит, что «Кто хочет следовать за Мною, возьми свой крест». Немножко ниже я коснусь вопроса, для того, чтобы нам было сегодня людям 21 века понятно, что значило для людей 1 века, когда они слышали «возьми крест свой», это не то же самое, что мы сегодня слышим. Сегодня многие, как я сказал, ассоциируют «возьми крест, повесь на шею что-нибудь», «еще какие-то вещи сделай». Люди 1 века совершенно по-другому понимали слово, что значит «возьми крест свой». Дело в том, что первое требование ученичества – это самоотречение. Как я сказал, что первое, что необходимо сделать в следовании за Господом – «отвергни себя». Послушайте, отвергни кого? Себя! Отвергни себя! Если в верующий человек, в нем не произошло отвержение себя, послушайте, обязательно мы услышим у ворот неба, что не знал никогда нас Господь. Кто хочет идти за мною, отвергни себя. Человек, который не желает отречься от себя, не может называться учеником Иисуса Христа. Слово «отвергнуться» буквально означает «отказаться». Именно то, что сделал апостол Петр, когда публично отказался от Иисуса Христа. Помните этот момент? Когда Христа арестовали, Петр находится вместе в окружении некоторых людей, к нему подходят и спрашивают, «Ты его знаешь? Ты с ним был? А ты говоришь точно так же, как он?» Помните, что на все это Петр говорит? «А я его не знаю». Вот это значит «отвергнуть себя». Вот точно так же Писание говорит в этом отрывке, что мы должны поступить по отношению к себе. Тогда, когда наши плотские вещи восстают внутри нас и говорят «пожалей себя, сделай то, сделай это для себя, ты поживи для себя хотя бы немножко». Отвергнуть себя – это значит «я не знаю того человека, я умер для греха», – Павел говорит. Помните? Вот это значит «отвергнуть себя». Невозможно следовать за Господом, если мы не отвергли себя, если желания нашей плоти, они восстают против нас, и мы подчиняемся им, мы не отвергли себя. Должен сказать, что вопрос отвержения себя – это вопрос всей нашей жизни. Вы не можете сказать, что я 50 лет назад, или 20 лет назад, или 10 дней назад отвергнул себя, и больше мне не нужно себя отвергать. Это нужно делать каждый день. Это процесс освящения. Вы каждый день, я каждый день, принимая определенные решения, должен отвергать себя и подчинять себя Господству Господа. От чего мы должны отречься? Мы должны отречься от «я», от нашего бунтарного, греховного, плоского «я». От «я», который может взять вверх даже урожденного свыше человека. Я думаю, что самый большой враг, который есть у вас и который есть у меня, это «я» сам. Это наше «я». Мы можем освободиться от многих людей, с которыми нам неуютно находиться рядом, не так? Но от себя вы не можете избавиться. Самый большой враг внутри вас – это ваше «я». И Писание говорит, что от него нужно отказаться, от него нужно отречься, от него нужно отвергнуться. Господь ожидает, что верующий человек вместе с апостолом Павлом будет объективен по отношению к себе, то есть он будет видеть себя объективно в свете Священного Писания. В Послании к Римлянам, в 7 главе Павел пишет, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать этого, не нахожу сил». Вы испытываете это внутри себя? Конечно же испытываете, если вы честный человек, такой как апостол Павел, вы испытываете это внутри себя, что вы хотите, как верующий человек, что-то доброе сделать, но не можете, нет сил. Мы должны объективно себя увидеть, что мы нуждаемся в Господе, мы нуждаемся в Духе Святом, мы нуждаемся в Священном Писании, мы нуждаемся в других верующих. Некоторые люди говорят, что «А почему мы должны ходить на собрания, общаться с другими верующими, тем более, что среди верующих не все верующие, не все ведут себя по верующему, для того, чтобы мы могли избавиться от себя». Потому что Бог иногда ссадит рядом с нами такого человека, образно говоря, который выявляет в нас такие качества, над которыми нам надо поработать, нет? А если бы рядом все святые сидели, ну как бы эти качества из меня бы выудить? А так при помощи других людей они выходят наружу. Мы должны подчинить себя Господству Иисуса Христа, Господству Его праведности. В послании к филиппийцам мы уже читали сегодня этот отрывок, 3 глава 7 стиха, апостол Павел пишет, «Но что для меня было преимуществом, то есть его земной плоской жизни были определенные преимущества. Когда он узнал Христа, то ради Христа он почел это тщитою, то есть за ничто. Он говорит дальше, что «Я вообще и все почитаю тщитою, только для того, чтобы познать Иисуса Христа, моего Господа. Для Него я от всего отказался. Я все почитаю за ссор, только чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, послушайте дальше, не со своей праведностью, которая приходит от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Читал недавно одну из русскоязычных сакраментовских газет, и меня удивило одно высказывание, которое я нашел там. Похоже, что пишет верующий человек, женщина, и она пишет, «Я молилась Богу, чтобы Он помог мне утвердиться в моей самооценке». «Я молилась Богу, для того, чтобы Бог помог мне утвердиться в моей самооценке». Так это как раз наоборот, что Бог хочет в нас. Человек молился Богу, чтобы утвердиться в своей самооценке, а Господь говорит, что «отвергни себя». А человек молится, «Господи, я хочу утвердиться в себе». Артур Пинг когда-то писал, «Возрастать в благодати – это значит расти вниз, это значит формировать низкую самооценку, это значит все глубже осознавать свое ничтожество, это значит искренне признавать, что мы недостойны даже самой малости в милости Божьей». Вот что значит «расти в благодати». То есть, когда мы говорим, что мы хотим познавать Господа, на самом деле мы должны уменьшаться, а Господь в нас должен увеличиваться. Второе требование ученичества – это взять свой крест. Итак, если первое – «отвергни себя», второе – «возьми свой крест». Послушайте, друзья мои, братья, сестры, никто из тех, кто следует за Господом, не может взять свой крест до тех пор, пока не отверг себя. Поэтому очень многие в Царство Небесное не возьмут, не войдут, потому что они не отвергли себя. Они свою плоть ставили во главе своих желаний всегда. Они свою самооценку всегда ставили высоко. Итак, второе требование ученичества – «возьми свой крест». Взять свой крест буквально означает быть готовым заплатить любую цену за следование за Господом. В этом контексте «возьми свой крест» означает «я готов заплатить любую цену в моем следовании за Господом». Это готовность терпеть позор, смущение, упреки, отвержение, преследование и даже муки за Иисуса Христа. Знаете, в нашем современном мире это звучит очень странно, не так ли? Теоретически многие верующие знают то, о чем я говорю, но практически очень многие современные христиане, как мне кажется, живут очень далекой жизнью от того, о чем мы сейчас говорим. терпеть позор, смущение, упреки, отвержение, быть готовым на преследование и даже муки ради своей веры во Христа. Для современников Иисуса Христа крест всегда был символом мучений, смерти и всеобщего позора. Для тех, кто посмел поднять руку против Римской империи, сразу переведу на христианские лады, если можно так сказать. Символ креста означает то, что человек, кто взял крест, он восстал против мира этого. Вы помните, сколько раз в Новом Завете говорится не любите мира, не того, что в мире. Кто друг миру, тот не может быть другом Богу. Оставьте мир, отделитесь от мира, уйдите из мира и так далее. То есть призыв оставить мир является центральной частью христианского посвящения. Когда современники Иисуса Христа видели людей, кто несет крест, для них это был символ мучений, смерти, всеобщего позора. Они знали, что ведут людей, кто восстают против римского права. несколько исторических данных. Думаю, что это интересно будет для того, чтобы понять, что значило для современников Христа видеть людей, которые несут крест. Например, римских граждан запрещалось казнить на крестах. Ни один римский гражданин не был казнен на кресте. Послушайте, ни одного человека, кто служит этому миру, вы не увидите со крестом. Своих на кресте не распинают. За несколько лет до прихода Иисуса Христа с учениками в Кесарию Филиппову, где Христос сказал эти слова, в этой местности, говорит Истолия, были распяты сто человек, которые восстали против Рима, их повесили на крестах. И все люди на протяжении долгого времени смотрели, вот эти восстали против Рима. За сто лет до этого, как Иисус Христос произнес эти слова, Александр Янай, один из римских полководцев, распял 800 еврейских повстанцев. После смерти Ирода Великого, проконсул Вар, распял 2000 евреев, которые восстали против Рима. Историки подсчитали, что во времена Иисуса Христа римскими властями в Палестине было совершено примерно 30 тысяч распятий людей, которые восстали против Рима. Когда Иисус Христос произнес «Возьмите крест свой и следуйте за Мною», современники Иисуса Христа, для них в этом не было ничего мистического. Для них была ясно показана цена следования за Господом. для них означало, что Христос призывает их быть готовыми начать свой смертный путь. Послушайте, начать свой смертный путь. Человеку, которому дали крест, это означало, что он вступил на смертный путь, что обязательно он придет на лобное место, где будет в один определенный момент распят. И это произойдет очень скоро. Для ученика Иисуса Христа взять свой крест означает служить Ему, терпеть унижение, оскорбление, боль и даже смерть за Его имя. Современная библейская энциклопедия говорит, что взять свой крест, это означает подвергнуться публичной экзекуции, а не просто переносить страдания за Иисуса Христа. Мы должны в этом месте сделать небольшое примечание, что степень страданий и лишений у всех верующих в разные времена были разными. Не каждый ученик Христа умирает мученической смертью, но послушайте, но для каждого звучит повеление быть готовым умереть смертью мученика. Апостол Петр пишет свое первое послание, и, как вы помните, это послание он пишет церкви в Риме. В это время, когда апостол Петр писал послание, свое первое послание, церковь в Риме находилась в жесточайших гонениях. Верующих людей терзали, распинали на крестах, одевали в кожи шкуры, издевались до ужасного. Люди просто изнывали от тех страданий, которые им приходилось переносить за Иисуса Христа. И, конечно же, были те, которые в этих страданиях находили уловки для того, чтобы уйти от страданий. Апостол Петр пишет им, 1 Петра 4, глава 12 стиха, он пишет и называет верующих возлюбленными. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, чтобы и в явлении славы его возрадовались и воздрожествовали. Если злословие от вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо дух славы и дух Божий почивает на вас, теми он хулиться, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца или как вор, или как злодей, или как посягающий на чужого. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Крест олицетворяет страдания, которые мы переносим из-за нашей принадлежности ко Христу. Готовность взять свой крест является признаком истинного ученичества. То есть мы готовы взять на себя все страдания, все испытания, все трудности в нашем следовании за Господом. Это означает взять свой крест. Как-то несколько лет назад я разговаривал с одной женщиной, которая одно время ходила в церковь, затем перестала ходить. И спросил ее, почему вы перестали ходить в церковь? Она говорит, дело в том, что на кону лежит моя семья. Если я буду ходить в церковь, муж меня оставит. Если я не буду ходить в церковь, мы будем продолжать жить вместе. И она выбрала оставить служение Богу. Она взяла свой крест? Нет. Она не взяла его. Дело в том, что когда мы изучаем Евангелие, вы помните, в Евангелии написано, что ради меня, ради Господа придет тот момент, когда вот эта разделительная полоса будет проходить по самой больной части, которая есть в вашей жизни. Разделит отца и сына, помните, мать и дочь разделит, родителей и детей разделит. Дело в том, что Евангелие, оно иногда проходит в тех местах, где нам очень и очень больно. Многие люди срываются именно в тех местах. Мы готовы следовать за Господом, Господи, до тех пор, пока это не пройдет в очень болезненной части. Взять свой крест, это означает нести поношение Господа и ради Господа пойти на все, отказаться от всего. Должен сказать, что чаще всего, конечно же, мы, особенно здесь, в этой стране, мы срываемся на очень простых вещах. Вопрос не идет о разделении семьи, вопрос идет о работе, которую мы имеем, вопрос идет о вкусах, которые у нас есть, о благополучии, в котором мы живем. И человек оставляет следование за Господом, находя огромное количество извинений себе. Крест – это страдания, которые мы переносим из-за нашей принадлежности Иисусу Христу. Третье требование ученичества – это послушание. Итак, помните, отвергни себя, речь идет о нашем я. Второе – возьми свой крест, то есть быть готовым за Господа пойти на смерть. И третье – это следуй за мною. Смотрите, так написано – возьми крест свой и следуй за мною, будь послушным. Третье требование заключается в верном послушании, следовании. 1 Иоанна 2,6 написано, что «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Иисус сказал в Евангелии от Матфея 7,21, что «Не всякий, послушайте, говорящий мне Господи, Господи, то есть называющий Господа Господом, войдет в Царство Небесное, но в Царство Небесное, послушайте, войдет только исполняющий что? Волю Отца Небесного». На сегодняшний день есть много людей, верующих людей, которые говорят, что «Ой, я верующий, я принадлежу к такой-то церкви, некоторые люди хотят принадлежать к церкви с хорошей репутацией, я вот принадлежу к этой церкви, значит, я спасен». Нет. Христос говорит, не всякий, кто Господа называет Господом, войдет в Царство Небесное. Для того, чтобы войти в Царство Небесное, необходимо, исполнять волю Отца Небесного. А воля Отца Небесного записана в Священном Писании, поэтому мы должны знать Священное Писание, знать, что от нас Господь ожидает, и исполнять это в нашей жизни. Быть истинным учеником Иисуса Христа означает буквально пребывать в Его Слове. Иоанна 8, 31 написано, «Если пребудете в чем? В Слове Моем, тогда вы истинно ученики Мои». Каждый истинный верующий отличается послушанием Божьему Слову. Это образ жизни верующего человека. Апостол Павел называет спасение в Римлянам 1,5 покорением веры. Он говорит, что спасение это покорившись вере, то есть человек покорился вере. Покориться вере это буквально означает покориться Божьему Слову. Послушание или покорение является неотъемлемой частью спасения, является признаком истинного ученичества. Затем в 25-26 стихе этой главы Иисус Христос усиливает то, что Он сказал перед этим, то есть то, что Он сказал о кресте, Он усиливает в этих стихах. Данные стихи, хоть и кажутся сложными, но на самом деле они очень просты. Смотрите, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Буквально Господь говорит, что кто живет только для того, чтобы сохранить и улучшить свою земную жизнь, свою свободу, комфорт, получить одобрение от этого мира, тот потеряет шанс обрести вечную жизнь. А кто потеряет свою земную жизнь, то есть будет готов страдать, готов умереть, если необходимо ради Христа, тот обретет вечную жизнь. Сейчас, пока мы живем, мы можем выбирать или потерять вечность, или потерять сейчас нашу жизнь и приобрести вечность. К сожалению, я уже сказал, что многие люди не только в мире, но и в церкви живут по поговорке «Лучше воробей в руке, чем синица в небе». Мне, как служителю, очень часто приходится говорить с разными людьми, которые проходят разные сложности, трудности. И очень часто трудности и сложности, через что люди проходят, связанные ни с чем иным, как и с собственным «я». если меньше было бы собственного «я», было бы значительно меньше проблем. И когда человеку говоришь, тебе нужно было бы от этого отказаться, тебе нужно было бы быть более смиренным, тебе можно было бы оставить это все, человек говорит, «А что тогда я? Вообще, зачем я жить тогда буду? Так вечность же есть! Вечность? Так вечность же… А сейчас жизнь на что уйдет? Так вы нарушаете Божьи заповеди, да? Ну, а жизнь-то… Я вспоминаю разговор, у меня когда-то был знакомый, друг неверующий, мы учились вместе, и я ему свидетельствовал о небе, о вечной жизни, свидетельствовал о Боге, и он меня слушал до определенного момента, пока я не начинал говорить о вечности. И когда я ему начинал говорить о вечности, он останавливал меня и говорит, «Знаешь, велика перспектива, сейчас ничего, о вечности все. Ты мне предлагаешь, и он говорил мне эту поговорку, отпустить воробья с руке и взять что-то, где я вообще не знаю, есть что-то или нет». Но это говорил неверующий человек. Очень странно, когда верующий так живет. Если верующий, Павел говорит, не живет вечностью, тогда вера напрасна, если мы на Христа надеемся только в этой жизни, тогда нет смысла вообще в нашей вере. Истинный ученик Иисуса Христа должен быть готов заплатить любую цену, которая потребуется, чтобы быть верным Господу. Верующих, которые не готовы ради Господа на все, Иисус Христос описал в одной притче. Один отрывок прочитаю, Матфея 13, 22. «А посеянное, помните, в тернии означает того, кто слышит слово, но дальше забота века сего. И обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодным». Знаете, сколько таких людей сегодня следует за Господом? Собираемся по воскресеньям, поем песни, читаем слово, молимся, «А затем на протяжении недели живем жизнью, которая ничем не отличается от мирских людей». Когда я говорю некоторым верующим, вам нужно было бы быть больше в общении с другими верующими. Говорят, «Да вы что? А семья как? Ну и семью приводите на общение с верующими людьми. А жить тогда как? Скромнее живите, если возможно. Но мы должны находиться в общении Бога, мы должны делать какой-то выбор, потому что иначе, Писание, смотрите, говорит, «посеянные в тернии». Хочу спросить, братья и сестры, душа многих людей сегодня не похожа ли на терновник? Заботы века сего. Некоторые не могут дождаться, когда же, наконец, скажется Аминь, чтобы можно было уйти отсюда и заняться тем, чем я обычно всю неделю занимаюсь. Так же? Попробуйте перетянуть собрание. И вы посмотрите, как люди начинают выходить, выходить, выходить. Почему? Тернии зовут. Через тернии к звездам, но это не по Писанию. По Писанию означает отречься от себя, отказаться от себя, взять крест свой и ради Господа идти абсолютно на все. Истинный ученик Иисуса Христа готов заплатить любую цену, которая потребуется, чтобы быть верным Господу. Ценой за верность могут быть лишения, унижения, отвержения и даже смерть. В заключении хочу рассказать один пример. Я прочитал его в одной книге. Во времена рабства, когда здесь в Соединенных Штатах Америки еще было рабство, практиковалось рабство, в те времена было большое пробуждение среди рабов. У нас даже в пении здесь в Соединенных Штатах есть целый стиль вот того периода, то есть появились песни появились с того периода, стиль музыки появился, Гаспел. И вот один верующий плантатор имел рабов своих. И вот он пришел однажды в то место, где работали рабы, они выращивали что-то на его полях. И он пришел и видит один из его рабов такой очень радостный, очень веселый, ну прямо жизнь из него льется. И он его спрашивает, слушай, почему ты такой счастливый? На что раб, отрываясь от тяпки, с которой он работал, то есть весь в этой грязи, поднимает такой счастливый взгляд на свое хозяина и говорит ему, знаете, сэр, я люблю Господа, Он простил мои грехи, Он дал мне вечную жизнь, поэтому я радуюсь с Нем. На что сэр ему говорит, так я же тоже люблю Господа, но вот того, что ты имеешь, я не имею. Говорит, как я могу получить то, что ты имеешь? Раб был верующим человеком, похоже, достаточно мудрым, и говорит ему, знаете, сэр, возьмите, оденьте ваш лучший костюм, который у вас есть, который вы обычно только по воскресеньям одеваетесь, и приходите, берите тяпку и вместе со мной в этом болоте поработайте. на что хозяин говорит, пошел ты, учишь ты меня, я тебя спрашиваю, как мне получить то, что ты имеешь, а ты мне, ну и уехал. Через несколько недель снова встречает его и говорит, слушай, ну так ты можешь мне серьезно ответить, как мне получить то, что ты имеешь, чтобы я был таким радостным, счастливым. раб ему говорит, ну сэр, я вам все сказал, поэтому пойдите, возьмите ваш костюм, приходите, работайте вместе со мною. Тот повернулся, уехал. Через несколько времени снова приходит и снова говорит, слушай, ну я же все-таки твой хозяин, скажи мне, как я могу получить то, что ты имеешь? Раб говорит, знаете, сэр, я вам все сказал. Это говорит, ладно, я пойду и переоденусь. Тогда раб ему говорит, теперь этого делать уже не надо, вам нужно было быть лишь готовым на это. Знаете, братья, мои сестры, не всем Господь дает эту участь, это благословение, пострадать за имя Господа, умереть за Него, но от всех Господь ожидает этого, ожидает полной посвященности. Именно это означает взять крест свой. Поэтому верующий человек, который не готов ради Господа отказаться от всего, он не готов быть учеником Иисуса Христа. Такой человек должен покаяться перед Господом и сказать, Господи, я следовал за Тобою, но у меня никогда не было Твоего креста. Господь, я готов сегодня посвятить себя полностью. И куда ты меня пошлешь, я пойду. Что ты мне скажешь, я сделаю. Что ты для меня предназначил, я приму это для себя, как твою волю. Мы не знаем, каким образом Господь проведет нас в остаток нашей жизни, но Господь ожидает, чтобы каждый из нас, кто стал детем Его, чтобы мы стали людьми, которые будут нести крест свой. в 27 стихе написано, что потому что придет Сын человеческий во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Данный стих описывает славное возвращение Христа на землю. Как праведного судью, он придет на землю вторично, но уже не как судья. Его суд будет справедлив, он будет судить всех, в Писании говорит по делам их. Апостол Павел в Римлянам 14-12 пишет, что и так каждый из нас даст отчет Богу за себя. Я должен сказать, что не дела нас спасают, но дела являются результатом спасения. После Яков учат, что единственная вера, которая спасает это вера, плодом которой является праведное поведение перед Богом. В заключение просто хочу напомнить, что согласно данного отрывка Писания нести свой крест, это означает готовность пойти на страдания, смерть из-за принадлежности ко Христу, быть готовым на все. Именно такого посвящения от нас ожидает Господь. Именно к такому посвящению я призываю себя и призываю каждого из нас. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ